Объектом моего исследования является изучение истории копской общины в новом и новейшее время в Египте, а также взаимодействие копской общины с мусульманской общиной. Приметом исследования является историческая динамика, изменение социально-политического и экономического положения коптов, изменение их роли в египетском социуме. Северные копты – самое многочисленное активное христианское меньшинство на Дальнем Востоке. Они составляют 7-8% из 65-миллионного населения Египта, но так как государственной религией является ислам, в управлении государством они не представлены. Данная тема является весьма актуальной в наши дни, так как проблемы интегрирования копты во многом остаются неразрешенными до сих пор. В свете последних событий после прихода в Египте к власти врать мусульман, копты вовсе интегрируют в страны США, европейские и скандинавские страны. По данным правозащитникам, в России сейчас проживают около 90 коптов. Так, и вы в своей работе-то что хотели нового сказать об этой проблеме? Ну, сейчас. Я-то всего довела. В другой точке зрения, коптская община в Египте является важным примером достаточно стабильных и устойчивых взаимоотношений коптско-мусульманских общин. И если брать внимание тот факт, что во многих странах, где представлено такое межконфессиональное ограничение, является много конфликтов, то достаточно стабильное взаимодействие представляет большой интерес для изучения. Цель этой работы изучить историческое происхождение коптской общины, проанализировать динамику развития коптско-мусульманских отношений, проследить изменения в социально-политическом и экономическом положении копток, начиная с экологиального периода. На основе цели составлена целая следующая задача. Это изучить историю коптской общины, рассмотреть происхождение ее современных проблем, проследить историю развития коптско-мусульманских отношений. Замечательно, у нас просто мало времени, да, тут выводы, выводы какие? То есть все это, задачи поставлены, но на решение не было. Выводить можно сказать, что причина современного межконфессионального конфликта в Египте, причина положена еще в 7 веке, после судьбования. Причина современного межконфессионального конфликта в Египте положена еще в 7 веке, после судьбования коптов, то есть исконного населения Египта арабами. Преследование коптов также можно назвать результатом общей тенденции преследования и накопыслия в Египте. В наше время становится все больше разговоров за счет коптского реабилитого межшества, но это только усугубляет отношения между коптами и властью, так как власти категорически отрицают вмешательства других государств, свои внутренние дела. И сейчас можно с уверенностью сказать, что столкновение на конфессиональной почве продолжится, так как сейчас в Египте власть пытается прибрать к вам исламисты, а копты и либерально настроенное мусульманское население пытаются это предотвратить. Также одним из аргументов в пользу дальнейшего межконфессионального конфликта является Конституция, принятая вновь, где копты ограничиваются в правах, и в принципе она основана на исламе, примерно. Но прежде чем демократия и певрализм могут ограничиться в современном Египте, коптам придется преодолеть многие препятствия. В работе была изучена история коптской общины, выявленная причиной настоящего положения коптов, была преслежена динамика развития коптско-мультиматских отношений, при достижении постоянной ответственности на установленное представление коптской общины и ее социальное положение, все замечательно умные слова, а эти слова как по житиям, по простому, то есть как коптам сейчас живется в Европе? К коптам сейчас живется плохо, так как пришло в власти братья-мусульмане, которые априори недорубливают коптам с самого начала, это прослеживается в истории. За что недорубливают? Тут идет межконфессиональный конфликт, копты представители христианского, христианского межинства, то есть христиан. То есть братья-мусульмане недорубливают христиан? Ну если мусульмане, они пытаются оставаться в конституционной исламе, то есть на шариате? Ну так и шариатское государство, оно же не исключается в существовании других конфессий, оно же не исключает. То есть есть же права определенные, которые раздают шариаты для меньшинства, то есть они могут правильно просматривать скромные зоны. Они могут, но у них меньше прав, чем у мусульман. И в принципе мусульманинское население, мусульманское население преследует коптов, то есть поджигают их дома. Ну это уже просто, так скажем, разбор, нападение и так далее. И за это копты... Ну как это было периодически всегда? Да, и за это в принципе мусульманин особо не наказывает, и коптки тяжелее получить хорошую должность на работе, и они не представлены в правлении основной, по причине того, что они являются христианами. То есть там такая ты, потому что ты христианин, тебя нет практики. Легальной основы для дискриминации не существует, однако имеет место быть. Ну а как же то, что копты достаточно имеют определенный вес в финансовой сфере, то есть много состоятельных людей там... Это есть с этим в принципе. Ну так финансисты же, они оказывают определенное влияние на развитие и принятие решений. Влияние оказывают, но все же большего веса они не имеют. Ну или хотя бы равного сферсболиями. Так, а копты это все-таки кто? Копты это христиане, которые изначально проживали в Египте, но в 641 году Египет завоевали арабы, и после этого их положение резко ухудшается. То есть это кто? Это древние египтяне или нет? Это древние египтяне. То есть один в один? Один в один. Копты, да. Вот в прессе, да, в российской, в начале года фактически говорили, что гуманитарные катастрофы происходят, копты там целыми этими пачками сюда, значит, бегут в Москву, там места нет их, там гол умирают, фактически там на улице ночуют и так далее, и так далее. То есть об этом, о чем так красиво и вы говорили, в то же время никто не выросл в протесты. Ни российские официальные власти, ни египетские власти, да, об этом ничего не сказали. Ни киноты, протесты не было. Вообще на дипломатическом уровне никак никакой реакции не было. С чем это связано, как будем говорить? Это немножко преувеличено. Они там были как раз. Вообще появились этой осенью многие интервью о коптском меньшинстве. То есть копты приезжают в Москву, и исходя из слов 90 этих коптов, сделаны выводы, размещены интервью повсюду. То есть СМИ попыталось это максимально распространить. Но на самом деле сейчас в Египте наблюдается дискриминация, но последний инцидент, поджог и взрыв церкви был в 2011 году, но еще зимой перед Рождеством. Хорошо. Каждая научная работа должна, даже если это гуманитарная наука, должна решать, попытаться решить какую-то очень важную для общества задачу. То есть задача, например, работа, посвященная конфликтам, связанным с коптами, наверное, как представляется, предложить пути решения конфликта. И вот что вы можете на это еще сказать, даже если у вас вполне это не было сформулировано, то как можно решить проблему конфликта? Во-первых, дать равные права с мусульманами. Во-вторых, можно провести политику противодискриминации, которая, в принципе, сейчас и проводится в университетах, или в школах проводится специальная политика, которая обучает именно представителей, причем мусульманского населения, то есть преподавателей, относиться к студентам без какой-либо дискриминации. И также предоставить скоттам равные права в поступление на должность. Нет, это все замечательно, но реализовать это как? Учитывая... Законопроектами. Понятно, но... Во-первых, отменить действующие законы. Нет, любое решение – это компромисс. Компромисс – это означает, что он устраивает две стороны. Но если бы находился сейчас такой явный компромисс, то вряд ли сейчас была бы такая ситуация в Египте. Есть вопрос? Все, спасибо. Следующий, следующий. Курды. Нет, кто будет выступать? Нет, первый курс вообще больше не будет выступать. Дайте мне свою работу, принесите мне.